Книга открытым оком. Тема богослужения, 14 том. Вопрос 2896. Вы сделали надписи на стенах в храме, и ваш архиерей не запретил это. Какие именно надписи сделаны и где они висят? Кто подбирал эти надписи? Кто делал и по каким признакам избраны именно эти выдержки из Библии? Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. Идея была моя, но я ее взял из Библии. Второзаконие 6.9.11.2. И напиши их на костях дома твоего и на воротах твоих. Конечно же, надо понимать, что это же должно быть написано и на сердцах людей, читающих закон. Но если и написать, не читать, то и не будешь знать, что же исполнять. Притча 3.3. Милость и истина, да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою. Напиши их на скрижале сердца твоего. Притча 7.3. Навяжи их на персты твои. Напиши их на скрижале сердца твоего. Второе калифинам 3.3. Вы показываете с тобою, что вы письмо Христово. Через служение наше написано на чернилах, не чернилами, но духом Бога Живого. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Самое больное место в православии – отсутствие знания Библии. И, соответственно, места Писания я подбирал те, которые побуждают к изучению Писания, говорящие о важности изучать Слово Божие, взывающие к нам о беде, которая постигнет неведающих пути Божие, изложенного в Библии. В Потеряевском храме места Писания следующие. 1 Петра 2.2, Римлянам 10.17, 1 Царств 15.23. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя. Екклезиас 12.13. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповедь его соблюдай, потому что в этом все для человека. Евреям 13.5, Псалом 118, 113 стих. Иеремия 15.6. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я проструну тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. И Марка 16.15. В школе Марка 16.15. Примудрость. Притчи 15.33. Страх Господень научает мудрости, и в славе предшествует смирение. Притчи 13.19. Нищета и посрамление отвергающему учения, а кто соблюдает наставление, будет в чести. Галатам 5.22.23. 1 Ивана 4.21. Писали их Надежда Васильевна Лапкина и Устинов Андрей Владимирович. В кресто-возвиженском храме города Барнаул следующие надписи в трех помещениях непосредственного храма. 1. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. 2. Книга Мосса 8.11. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. 2. Иезекиилия 4.17. Потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем. 2. Премудрость Соломона 16.27. Дабы сыны твои, которых ты, Господи, возлюбил, познали, что не роды плодов питают человека, но слово твое сохраняет верующих в тебя. 2. Тимофей 3.16. Все Писание Богу духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2. Евреям 4.12. Ибо Слово Божие живо и действенное. 3. Иоанна 5.39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Книга Варуха 4.1. Вот книга заповедей Божьих и закон, пребывающий вовек. Все держащиеся ее будут жить, а оставляющие ее умрут. Псалон 80.11. Открою ста твои, и я наполню их. 2. Тимофей 3.15. 3. При том же ты из детства знаешь священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение веру во Христа Иисуса. Исайя 35.8. Идущие этим путем, даже неопытные не заблудятся. Псалон 118.5. Слово твое, светильник на гемае и свет стезе моей. Трапезная. Картина напротив входной двери. Христос на Голгофе падает под крестом в окружении воинов. Там же надписи. 2. Тимофей 2.8. Помни Господа Иисуса Христа. Исайя 53.5. Ранами Его мы исцелились. 1. Иван 1.7. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. При входе справа вверху текста для семьи. 1. Колимфянам 11.3. Ефесянам 5.31. Притчи 31.10.30. 1. Петра 3.7. Ефесянам 5.33. Ефесянам 5.22. 1. Колимфянам 1.9. Иакова 3.17. Ниже на полстены картина. Горы зимой и по горным склонам и выше надписи. Псалом 120.1.2. Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Иеремия 18.14.15. Оставляет ли снег лаванский скалу горы и осекает ли из других мест текущие холодные воды, а народ мой оставил меня. Псалом 35.7. Правда твоя, как горы Божия, и судьба твоя бездна великая. Колосинам 3.1.2. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос следит о десной Бога, о горнем помышлении, а не о земном. В коридоре. Псалом 118.64. Милости твои, Господи, полна земля, научи меня уставам твоим. 1 Петра 3.8. Будьте все единомысленны, страдательны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Матфея 7.2, Аяков 2.13, Ива 42.10, Причи 3.35.6. Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающих на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. На выходе из прихожей Иоанна 8.11. Иди и впредь не греши. У нас писала Польгуева Надежда Ивановна. Она художник-оформитель. Все написано красной краской, жирным курсивом, ровно и красиво. Стихотворение. Словарь цитат. Когда и кто сказал? В последние века на сцене или в жизни, как будто интервью дает большой вокзал, насобирали крошки со всех столов в корзину. Не всех я знаю, чьи лежат объедки, и правильно ли их цитируют евреи, а отзывы о книге не от каких-то бедных и восхваляют бред себе во вред. Труда положено немало и не год, но книга издана шикарно за границей. Она на полках гурманам подойдет, и тлен цитат до времени продлится. Листал и я солидный фолиант. Кружил за автором, не успевал делиться. Великий мусорщик творил заказ и план. Едва ли не на тысячах страницах. Но что могу своей душе я взять? Что мне сгодится в жизни и за гробом? Блеснуть всезнанием козлу среди козлят. Чужую вонь уж лучше бы не трогать. На изречениях пустоты печать. Отчаяние желчь и насмешки. Бессилие травы. Наглость палача. И водивиль усмертена душою грешная. Одна страница строчка из Писания. Свободно перетянет, перевесит том, в который лай знаком со смертвецами, чьи души в преисподней исторгает стон. Как счастлив Библию, считающей всегда. Ведь в Слове Божьем глубинная основа. И Дух Святой сумел нам передать глаголы вечные от Бога и Еговы. Премудрость притчей евангельских событий. Бессмертные слова апостолов Христа. Да разве то сравнишь с зловонием и от пропитых? Не знавших ни молитвы, ни поста. 2005 год. Игнатий Тихонович Лапкин. Продолжение следует.